Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы по многочисленным просьбам наших зрителей записываем реакцию на песню Это Господь Господь! Иисус Христос Господь! Народ спрашивает, как мы к этой песне относимся? И не является ли она кощунством? Реакция такая. Хочется эту песню петь. Иисус Христос Господь! Господь и Иисус Христос 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 Господь и Иисус Господь и Иисус Христос 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 из склепа вылез, его никто не накормил, и вот он жрет, что на кладбище оставлено. Но мы это кощунство, опять же, не считаем, потому что тут я художник, я так вижу. Ну, в принципе, да. Так, вот велосипедиста увидел, превратил ему воду в вино, этот напился. Только что, с одной бутылки вина, я сомневаюсь, что крепкий парень свалится. Христос, Господи, это Господь, Господи? А что это такое? Да, ну и чего, он напоил велосипедиста, угнал у него велосипед. Ну, не похож на Христа, да. Нет, ну, если бы Иисус Христос, он вообще ни у кого ничего не отнимал. Он мог бы превратить какой-нибудь там ржавый подшипник в велосипед. Это мог. Да, просто да. Так что здесь как раз уже неправильно, что-то какой-то бред идет. Ну, во-первых, бред или там какой-то быдло изображено. Ну, как бы это неправильно, да. Так, вот на фоне храма стоит. А это что? По-моему, весы, наверное, изгоняет из кого-то. На фоне города лежит на пляже в позе распятия и распятие переносит на велосипед. Ну, что-то абсолютно бессистемное. Какие-то библейские сюжеты вот человек спародировал. Ну, спародировал даже. Ну, в принципе, православные фанатики могут, конечно, обидеться, но, с другой стороны, на искусство не обижаются, потому что я художник, я так вижу. Да. Ну, фанатики могут обидеться. Причем не только на художника, но и на его зрителей. А фанатики обижаются сплошь и рядом даже на сугубо церковные вещи. Например, любители знаменного пения не переносят на дух любителей портесного пения. И наоборот. Соятся из-за того, что священник не так служит слишком долго. Или слишком быстро. Да, слишком долго или слишком быстро. Ну, да. Так что, в принципе, фанатик религиозный, он обидится даже на то, что в его родной церкви происходит, в его родном приходе. Причем даже на те вещи, которые вроде бы правильные, вообще-то, в принципе. Просто есть разные варианты нормы, но они все правильные. А адекватный человек, он прекрасно понимает, что далеко не все люди христиане, и далеко не все художники и творческие люди должны понимать Библию, так как понимает он православный христианин. В принципе, да. Так, ну вот этот клип, он всего ничего, длится вот минуту. Вероятно, чтобы в ТикТок влезть. Да. Ну, смотрим следующий клип. Так, вот, вылез из моря. А, кстати, а почему Иисус Христос из моря-то вылезает? То, что Он по морю ходил, это было. По морю ходим, да. Но Он же не Афродита. Так, вот. Ага, белое мороженое в большом количестве. Сейчас, наверное, простудятся. А, нет, чайки, заклевалики. Поклевали чайки. Так, девушку сейчас еще у нее. Ух ты, сестру, иди еще. А Блокеру сейчас принесет много просмотров. О, Блокеру просмотры добавил. Так, ну-ка. Так, мальчику волосы сделал. Так, а девочке? А, у девочки брода выросло. Да ладно. Так, слепого наверное сейчас исцелил. Да, исцелил. Исцелил, кстати, да. Ну, очевидно. И сразу под мотоцикл попал. Странно как-то. Вроде чудеса да, получаются, но... Да. То есть, вот здесь он творит чудеса и получается, что этих чудес людям фигово. Вот, Иисус Христос исцелил бесноватого, потопил свиней. Целое, вообще, сельхозпредприятие разороил. Ой. Ну, с другой стороны, это художник. Я художник, я так вижу. Ну, да, да. Хотя, вот здесь, вот, как вот у меня впечатление, что выглядит, как бы, на ложные чудеса. Не как на настоящие, а как ложные, что, вот, именно чудо, но с подвохом. Да. То есть, он видит, как бы, все христианские чудеса с подвохом. Да. В принципе, имеет право так видеть. Ну, да. Иисус Христос, в его понимании, это такой жизнерадостный придурок, который просто явился в мир людей и над людьми издевается. Ха-ха-ха. Это больше, конечно, свойственно каким-то древнегорическим богам. Ну, им, да, свойственно. Ну, опять же, я художник, я так вижу. Ну, да. Смотрим дальше. Чего, сейчас этим велосипедистом сделать. им кофе превратил в вино. Кофе в вино, кстати. Да, кофе в вино превратил, Хотя бы и на и воду вино. Да. А, какой-то тоже конкуренто увидел. Ахахаха. Пошел мимо. О, деньги людям посыпались, люди передрались все за деньги. А, это вообще он не просто велосипедистов, он полицейских напоил. Полицейские всех разогнали Слетачил газом И все, закрыл камеру Ну, в принципе, прикольно Что можно сказать? Ну, вообще, если, кстати, рассматривать Христианство С богословской точки зрения То Христос, он явился Он ни одного серьезного Материального блага не совершил Он, например, Исцеляет одного слепого Слепых полно Исцеляет одного расслабленного А там около купели Овечей полно лежит больных А исцеляет почему-то одного Один раз превратил воду в вино Больше никого на халяву не поил Один раз превратил Накормил пять тысяч пятью хлебами Ну, даже два раза Один раз пять тысяч и еще три тысячи Накормил людей Больше потом не кормил на халяву Ну, да Ну и не решил остальные проблемы Государственные Окупантов не прогнал Вот, когда бесноватого исцелял Свиней потопил Ну, целый сельскость предприятия Да Одного исцелил А все остальные потом Не получат прибыль Понесли бочеком А им долги отдавать надо Опаньки Ой Поэтому ему и сказали Давай, Иисус, иди отсюда Ну, хотя Христос смог ведь Этих же бесов послать В змеи или в скорпионов Кстати, бесам это было бы как раз ближе Чем в свиней Ну, это да Да И свинки бы остались Так что христианские чудеса Они действительно с подвохом Поэтому здесь есть даже некий духовный смысл Нифига себе Кстати, здесь в этом клипе Как раз тема Иисус Христос и крест Она не показана Это вообще самое главное Что Христос был распят За то, что не оправдал надежды Своих сограждан И воскрес Воскрес, конечно И здесь ни крест, ни воскресение не присутствует Ну, почему-то нету Поэтому здесь вроде как бы Духовный смысл чудес ближе Но зато самое главное Что ассоциируется с Иисусом Христом Что распятый воскрес И крест здесь отсутствует Ну, нету Ну, так что оба клипа Ну, так скажем мы Смысл христианства не раскрывают Ну, сейчас наши зрители скажут Критиковать-то легко А пойдите сами сделайте А мы и сделаем Поэтому мы сейчас будем радоваться и веселиться Вместе с нашими зрителями Точно Так, ну, следующая сцена Мы не хотим оскорблять ничьи религиозные чувства Мы в самом деле считаем Что использование современной музыки Вполне возможно в христианской молитвенной жизни И сейчас мы покажем Как может использоваться песня Господь-господь В келье Духоносного, прозорливого, современного старца Или молодостарца Молодостарца значит Вечно молодого старца Духоносного, прозорливого, современного старца Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напишите за что дизлайк Будем работать над ошибками И пишите в комментариях Ваше мнение про нашу реакцию И про нашу версию Исполнения этой самой песни